Привет народ! У микрофона Slim во вторник. Вот консоль завезли новый прем-танк, это К-91 вариант 2. Советский СТ 8 уровня. Внешне танк весьма сильно напоминает прокачиваемую десятку К-91. Узнается и корпус, и башня. Но в отличие от СТ 10 уровня, наш новый прем получил центральное расположение башни. Но к сожалению, это изменение никак не повлияло на комфортные углы вертикальной наводки. Точнее, у прокачиваемого К-91 с задним расположением башни у ВН комфортнее. Да, их нету, когда у вас орудие находится по центру корпуса, то есть на брюхо вы сильно ствол не опустите. Но по бортам прокачиваемого К-91 у ВН были норм. Тогда непонятно, почему у нового према с таким расположением башни угол склонения всего лишь минус 5 градусов. Хотя, с другой стороны, ответ очевиден. Это типичный советский танк. Не знаю, как вы, но я с таким углом склонения очень сильно не люблю играть. Постоянно доню на рельефах, и этот бой не исключение. Каких-то больших и жирных плюсов или достоинств данный прем СТ не получил. Данный танк хоть и получил не очень высокий силуэт, все равно он является достаточно габаритным. Он широкий и корпус весьма длинный. Для таких размеров у него неплохая маскировка, но он не может похвастаться обзором. В стоке он составляет всего лишь 380 метров. Играя с просветленкой, я мог позволить себе пересветить каких-нибудь тяжей. Но на фланге, где были глазастые танки типа ЛТ и СТ, в первую очередь пересвечивали чаще меня. Данный танк получил максимальную скорость 55 км в час, что весьма неплохо. Отчасти достоинством можно назвать бронирование лба башни и корпуса. Как для СТ, возможно, оно неплохое, но на деле оно отбивает только выстрелы от низкоуровневой техники. Высокоуровневая техника, даже при грамотном вашем танковании и постановлении корпуса или башни, без проблем делает в вашем танке дырку. А запас прочности у нас 1350 единиц. Что касаемо вооружения, то наше орудие получило разовый урон в 250 единиц базовым и голдовым снарядом и альфу в 330 для фугаса. Базовый подкалибер получил пробой 212 мм, голдовый кумулятив 290 и фугас 50. Базовый снаряд получил неплохую скорость полета снарядов. Как вы понимаете, особенно во время игры внизу списка, без голдовых снарядов на этом танке не обойтись. Да, у вас весьма мобильный танк и для того, чтобы накидывать противнику в борта 212 мм пробоя базовым снарядом, будет достаточно. Но если высокоуровневая твердая цель будет идти на вас в лобовую атаку, то без голдового кумулятива вам никак не обойтись. Наши орудия имеют неплохую точность. Разброс 0.35. Время сведения 2,2 секунды. В целом данный танк может позволить себе воевать и на дальних дистанциях, но с такой альфой это часто будет неблагодарное дело. Ведь получив от вас один раз, враг сразу же заезжает в укрытие. И с такой игрой вы больше будете простаивать, нежели наносить урон. Имея разовый урон всего лишь 250 единиц, танк получил достаточно долгую перезарядку, 8,3 секунды в стоке, что дает нам весьма скромный урон в минуту в 1800. Для сравнения, у Т-44-100, который получил такую же альфу, имеет ДПМ в 2000. Как по мне, другие премиумные советские СТ-8 уровня будут более приемлемы и гораздо интереснее данной новинки. Т-44-100, хоть и менее бронированный, но зато гораздо компактнее. Имеет худшее бронепробитие и другой тип снарядов, но зато более ДПМный и фановый. Гвардейец может и уступает по бронированию и ему мешает заднее расположение башни, но зато у него есть альфа. И учитывая УВН и К-91 вариант 2, не факт, что наш гвардейец менее комфортный. Что касаемо бонусов, то данный премтанк получил плюс 10% бонуса опыта и плюс 50% бонуса серебра. Из оборудования я на нем использовал орудийный досылатель, стабилизатор вертикальной наводки и просветленку. Много, к сожалению, данный танк не светит, но все равно, если вы планируете обзавестись им для фарма, хоть какой-либо скромный насвет будет приносить вам больше серебра. Танкисты, у меня на этом все. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поддержать данное видео лайком и комментом. Напишите свое мнение о данном танке или, например, свой любимый премСТ. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok